Ну вот и Юрик станция. Пишется в Варвик, а признается у Юрик. Я вам скажу, ну я вам скажу, было долго добраться сюда. Здесь все перегорожено. Я тут совершенно, как это, инкогнито. Нарусаю закон, наверное, частной собственности. Такие булочки, такие фуры ездить. Ну что, прогуляемся. Вот старые ворота в город. Город, когда там начинался за этими воротами. Часы какое-то время от Балды показывают. Сейчас где-то около 11. Ну что ж, интересно пройтись в воротами. Пойдем под ворота. Вот. Какая сторона может с восточной ворота? Возможно. Пойдем. Ну как тут не крикнуть? Ух, ух, ух. Ух, слабое ехо. Ну ладно. Вот старый город. А там много раз горел. Ну что-то есть. Какие древние окошки. В том древний котелок висит. Котелок висит. Пиз-экспресс тейкивэйк. Сколько машин. Покосившиеся домики. Некоторые дома строили, когда еще леса было достаточно в Англии. Но потом город этот несколько раз горел, но что-то осталось, что-то деставрировали. Здесь продаются дома. Ну, короче, 250 тысяч. Самая мелкая цена, ну и почти до миллиона фунтов. Хороший домик. 775 штук. Английских рублей. Суть весна. Солнце, конечно, не в нашу пользу. Наверное, что-то связано с юстицией. В сутоке какой-нибудь. Ух. Как нам немножко не повезло. Он в лесах. Не да ладно. Да, в лесах. Жалко. Жалко, что. Но попробуем что-нибудь снять. Церковь Святой Марии. Вверху украинский флаг поветели. Какой-то чумной столб, так чехи называются. Это, скорее всего, обелиск по общим людям в войне. Ну, вот церковь Святой Марии. К сожалению, она сейчас вся в лесах. Что-то там ремонтируют. Ну, попробуем вовнутрь зайти. Правда, у меня такой принцип. Я в церкви ничего не рассказываю. Потому что церковь все-таки святое место. И нужно себя вести крайне волчаливо. Если только говори, только шепотом. И, nurture с Oklahoma... Хорошо. И, видимо, поможет мне, Do 23 рыцарь … Продолжение следует... 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 спасибо спасибо большое у тебя хороший фильм? может быть, я не знаю я не знаю профессор спасибо спасибо ну вот весь народ поперся в замок а на улицах никого нет так приятно здесь тенечки даже хорошо ну что вернемся к следующий раз как-нибудь интересно да просто идти сюда на целый день это как минимум открываете в 10 закрываете в 5 на целый день абсолютно да, на дрон там уснуть ну какие старые балки молдит тут скрепили вообще не развалилось ну я думаю здесь престижно жить цены наверное около миллиона за эти домики так предположу хотя они старые тесные не знаю как там полы конечно сделаны может 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 тоже все катается пойдем по листам искать домик конечно классный ничего не скажешь машина не так даже интересно как этот домик церковь еще одна ст. Николас парк значит наверное святого Николая церковь какая-то ну дал бог мы туда конечно не пойдем сюда надо приезжать блин на весь день да и скорее всего на дроне здесь тоже нельзя будет снимать ну да ладно такие тут проходы и пойдем еще пока парк еще вытусно сегодня слышим написано было что 19 градусов это циклок недели назад было до 10 не комфортно то есть комфортно когда градусов 15 и до 25 после 25 это тоже неинтересно ладно ну фигурочки фигурочки фигурки интересно интересно что-то непонятная какая-то скульптура то ли за язык собаку а то ли порося худого какого то ли собаку держит непонятно очень непонятно и надписей никаких нет ну что теплый сегодня день 15 апреля сегодня католическая страстная пятница поэтому во внутрь церкви святой Марии нам не получилось попасть кто знал кто знал но зато мы попали в одно место в которое мало кто попадет даже из англичан еле туда пробрался вы посмотрите это тяжело было самый тяжелый момент такие съемки нельзя сделать простые туристы или там англичанина это надо предложить восточноевропейскую смекалку не будем так его признали виновным в измене и приговорили к смерти нет 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 Гавистона привели к калму Блэк Лоу Хилл который находился недалеко от Ворика его тащили к месту казни не обращая внимания на мольбы о пощаде там его и убили я вам скажу но я вам скажу было долго добраться сюда здесь все перегорожено я тут совершенно как это инкогнито нарушаю закон наверное частной собственности вот это вот то место где убили пирса Гавистона вот я вам потом расскажу за кадром потому что здесь мне в Атместерии лучше было браться вот такие вот видео в первый день июля 1312 года здесь с баронами убит был Тирс Гавистон лучший друг короля Эдуарда Второго говорят есть две версии как Эдуард Второй умер я потом вам приведу потом вам приведу обе версии вот ну вот пока так извините больше не буду снимать надо возвращаться обратно быстрее замок конечно не пошел потому что это надо целый день это как-нибудь в следующий раз сходим в замок Уарик вот вот немножко в церковь не попал да ну ничего надеюсь в следующий раз когда поеду в замок заодно и посечу церковь потому что церковь я снял с дрона да но самое интересное конечно посетил вот это место где убили Пирса Гавистона не знаю но такова история здесь конечно с этим королем Эдвардом связано Эдвардом вторым как говорят он был немножко безвольный но у него был этот друг закадычный дружбан Пирс Гавистон и бароны типа тоже не ревновали к нему ну ревновали я не знаю он и совсем не занимался властью только с этим Гавистоном все время проводил в общем Гавистона убили здесь я пробрался посмотреть где это место Севдо Башар один девятый кажется барон Вориков там их много было начиная с Вильяма у тебя не помню там Томаса девять или одиннадцать двенадцать двенадцать баронов потом там замок перешел к другим ну еще в конце концов все профигачили сейчас замки фирмы от мадам ЦИСО ну посетим посетим так что я хотел сказать Эдуард Второй был конечно очень расстроен что убили Гавистона но ничего у него появился потом еще один друг я не помню как его звать было напишу потом внизу здесь поставлю видео заметку такую надпись в общем в конце концов Эдуарда Второго заставили отречься от престола после после него стал Эдуард Третий который разошелся во Франции нам это все известно его как Столетняя Война так вот по одним сведениям Эдуарда Второго заточили в темницу и он умер с голода потому что как бы те времена не было закона а что вот короля арестовали отрекся что с ним делать не было закона они решили ну не кормить типа но это один один из таких домов еще раз говорю что это было далеко давно то есть больше 500 лет назад поэтому соответственно никаких что записи остались то остались повторим сведения не знаю они тоже заслуживают уважения что так как он был с гавистоном в любовнике ну короче пидорасом его пришли там в темницу когда он там в темницу бросили после этого какое-то время пришли так называют палачи вернее палачи пришли в темницу завалили его животом на пол придавили дверью или досками ну чтобы не было видно каких побоев синяков засунули в заднее отверстие рог а через рог раскаленную кочергу и вот такое есть мнение вернее оно было уже давно лет больше 500 лет назад но оно тоже достойно уважения вот так относились к пидорасам в королевской семье раньше сейчас не знаю может быть он сейчас стал человеком номер один в Англии не знаю ну вот такие вот дела ну вообще погода хорошая прелесть ну это что яблони цветут да яблони все великолепно просто надо приехать еще раз надо приехать с такого дня бегать не по дорогам не знаю сколько 10 миль пробегал пойду-ка я выпью пиво в паб хорошо ну вот здесь пивка выпьем new bowling green интересно домик какое там джонс хаус написано фузелер музей барвик а когда открыт хрен его знает а как я проскочил хрен а а а а а где тут все закрыто 35 а где наверно пандемии не отошли было чёртка